Добрый вечер дорогие братья и сестры! Вас приветствует Божий Ковчег в церкви Благодарение, город Киев. Сегодня с братьями будем служить вам, будем служить вам словом, будем проповедовать слово, молиться, размышлять над словом, возрастать духовно. Сегодня будет проповедовать брат Виктор и наш пастырь, брат Евгений с города Донецка, подключиться к прямому эфиру. Мы начнем, перед тем как начать хочу сказать вам, что у нас к видео будет закреплен номер телефона, будет лайв, мобильный оператор, будет у нас городской номер телефона. Также можете писать, будем рады на Viber, Telegram, пишите, не стесняйтесь, оставляйте комментарии под видео. Если есть какие-то нужды, обязательно пишите, звоните, будем вместе молиться и Бог, обязательно наш живой Господь, любящий Бог, будет отвечать на молитвы наши и мы будем видеть результаты чудеса. Не стесняйтесь. Перед тем как начать, я помолюсь и начнем служение. Помолимся. Дорогой Господь Иисус, спасибо, милостивый Бог, за то, что Ты любишь нас, благословляешь и наставляешь. Спасибо за жертву на кресте Божьем. Спасибо за кровь пролитую на кресте, за раны Твои, Господи, которыми мы исцелились. Спасибо Тебе, Господи, за благодать и милость. Спасибо за то, что Ты третьего дня воскрес и сейчас живой Господь, который рядом с нами. Спасибо за Духа Святого, которого Ты послал. Боже, спасибо, великий Бог. Спасибо Тебе за то, что Ты даешь возможность нам служить, используя эти современные технологии, делиться словом с людьми в интернете, Господь. Боже, помажь наши уста, Господь. Мы отдаем это служение всецело Тебе. Тебе веди это служение, направляй, руководи им во имя Иисуса Христа и пребудь здесь и сейчас с нами во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Брат Виктор, прошу. Жизнь к老ей Господу. Друзья, привет! Более Господа! Иисуса Христа, мы продолжим служение, и тема проповедей сегодня будет называться «Сражайся за себя». И она будет основана на словах Господа нашего Иисуса Христа, который на начале служения сказал нам, «От ныне Царство Божие силою для вас, и прилагающее усилие восхищает его». Это сказано в хороке Матфея, 11 глава, 12 вишня. Друзья, в нашем жизни с детских годов мы иногда попадаем в такие ситуации, когда нужно себя устраивать, нужно сражаться, бороться за себя, за свои права, за свою думку, за свою позицию, за свою честь. Когда нет рядом близких, батьков, бедя тебе, то с детских годов нам приходится так поступать. И так оно происходит, друзья, и в нашем служении Бога. Адже, чтобы нам выполнять Божий план для нашего служения, то нужно нам сражаться за то, чтобы выполнение нашей Церкви, чтобы выполнить то, что нам предназначено в служении каждому, за нашу мечту, потому что надежда выполнить мечту, она всегда в нас есть, если мы верно служим Богу. За нашу семью, друзья, и за это все нужно нам бороться. За все, что нам даёт Бог, нам нужно бороться. И мы не должны вертать свою вину на кого-то, когда нам что-то не удаётся. Ни. Мы должны служить вечно, честно и добиваться успеха во время нашего служения, потому что все, что нам даёт Бог, все, что Он приготовил нам, все, что даёт, должно у нас происходить, но за это нужно, друзья, сражаться. За это нужно нам бороться. И хочется сказать, что помогает нам в этом основные Божьи заповеди. Это первая и вторая заповедь. И мы будем разбирать сегодня вторую заповедь Господа, где говорится «Возлюбь ближнего, как самого себя». То есть, чтобы нам возлюбить ближнего, нужно сначала возлюбить себя. Это заповедь написана от Марфея, 22 глава, 39 вверх. Но, друзья, из давних времен, есть такие понятия, как признак духовности – это когда мы себя ненавидимы, або наша смиренность – это значит себя унижать, або кротость, как говорил нам Господь, будьте кротки и смиренны. То, где кто думает, кротость – это когда мы себя не воспринимаем, вообще, это проблема для служения в Божьем. Это проблема, потому что, если мы так про себя, если мы себя так воспринимаем, то мы не поважаем себя, не ценим, и так мы будем относиться к людям, а если мы так относимся к людям, то люди, как будут нас воспринимать, неповноценными, и так далее, мы не сможем так служить, верно Богу, ни в каком случае, друзья. Поэтому мы должны себя воспринимать правильно, адекватно, чтобы люди нас тоже воспринимали такими. И это первая причина. А есть еще и другая причина, того, что мы себя не ценим, так и слабо, того, что мы неповноценны. Если мы себя так не ценим, то, друзья, мы не сможем и использовать дары Духа Святого во время служения. Это тоже проблемно. И низкая самооценка нам не позволит выполнить то, что нам предназначено. Мы должны себя любить. Тогда мы сможем любить людей, поважать людей. Адже, друзья, Бог нас створил для того, чтобы мы любили другого, любили себя, любили людей, потому что Бог нас створил по своему подобию. А Бог есть любовь, и Бог нас бачит только полноценными. И Он своими глазами нас бачит только и только полноценными. И мы не должны заниматься самобичуванием, не должны унижать себя ни в никаком разнике. Мы воспринимаем себя правильными, полноценными. И любимо других людей. Если мы не имеем в себе такой веры, уверенности, то мы будем и с подозрой относиться к другим людям. Это не должно быть. Все, что нам дает Бог, нужно, друзья, всегда оценить. Оценить за то, что мы выбраны Богом на этой земле. И мы можем служить для нашего спасения. Мы должны радоваться, благодарить Богу за все, что нам дает Бог. Мы не должны думать и говорить, что, а почему ему дав машину, там, домик хороший, а мне не дав. Я что? Не полноценный в его глазах. Ні, друзья. Николи такого быть не должен. Все, что нам дает Бог, за все мы ему дякуем. И за это мы радуемся. Завжди, друзья. Бог поругаем, не бывает. Не забываем, друзья. За все мы его славим, за все, что мы от него маем. И за все, что нам дает Бог, мы должны и бороться. Бороться всегда. А чтобы нам, друзья, бороться, скажем, когда мы попадаем в тяжкие обстоятельства, то нам нужно использовать все доступные в нас методы и понимание, бороться за то, чтобы выйти из этих обстоятельств и продолжать Богу служить. Ну, я приведу один пример по себе. Когда у меня началась боль в мязи правой ноги, то я не не почав ну реагувати так неправильно, эмоционально. Я знал, як с этим боротися, як против этого стражаться. Я знал, як правильно помолиться за стиление ноги. И после молитвы, по вере, я уже здоровый и продолжил служение. И слава Господу за это. Аллилуйя. Также нужно отметить, друзья, что таки настрои нас будут вести до загибели нашей души, до втраты души. И этих идти за мной, отверни себя и возьми кресло и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Тобто Господь нам чітко сказал, что мы можемо втратить свою душу, кто не с Господом, а поддается своим настроям, своим чувствованиям, эмоциям и поддиктовку их живет и служит. Думает, что он служит Богу. Но на самом деле он втратит свою душу и может взагаля ее втратить. И что нам для этого нужно, друзья, Нам нужно бороться за спасение своей души, но для этого нам нужно менять свой образ жизни. И давайте откроем еще Ефесянам 4 глава 22 4 глава Отложить прежний образ жизни ветхого человека истливающего обосительных похотя. Тобто нам Господь говорит, чтобы спасать нашу душу, мы должны откласти свой предатель образ жизни, образ жизни, когда были мы безбожниками и истливали своих похотя. Адже нам Господь и час служения нам Бог всегда дает откровение на наше служение, чтобы мы могли изменять свой образ жизни. И таким образом мы позбивали старых своих негативов и оставили их позаду, а наш ум и наш образ жизни преобразовывался в новое творение Иисуса Христа. Нам Бог всегда дает это понимание во время служения. Слава Богу! Читаем дальше 23 версия. А обновиться духом ума вашего и облезться в нового человека, созданного по Богу праведности и святости истин. Посему подвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте место дьяволу, кто крал, пред не крадит, а лучше трудись, делая своими руками полезные, чтобы было из чего уделять нуждаемощи. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Что нам говорит Господь, ми якщо говорим про 23 виш, то ми повинні позбуватися своєї минулої лексики, мовлення, тобто обновить нашу лексику, щоби нас вже не було ніяких сквернословий, ніяких злоречий з наших уст не виходило. Чому, друзі? Тому, що ми знаємо, що оскверняє людину не те, про що про неї говорить, а оскверняє людину те, що вона сама говорить, що виходить з її уст, те її оскверняє. Тому ми повинні очищатися від всякого сквернослов'я, від всякого злоречия і обузувати свій язик, щоб, як говорить нам слово, да не виходить ніякое гнилое слово із ваших друзів. Дальше будемо дивитися по цим віршам. Таким чином нам потрібно обліця в нового чоловєка по образу праведності і святості, істині. Тому нам треба відбрасувати всяку лож, говорити завжди друг другу правду. І не тільки правду, якщо ми є образ і подоб'я Божий, то ми повинні жити як праведники, святості, говорити всім правду, тому що Бог нас створить, по своєму образу і подобій. І цього треба нам забувати під час служення. Якщо ми на когось гніваємося, то треба себе контролювати, треба оволодіти собою, щоб наший гнів ніколи не переходив в гріх, щоб ці рамки не були порушені, бо гніватись іноді приходиться, але не повинно бути так, щоб наший гнів переходив в гріх. І далі говориться, щоб ми не крали, а своїм чесним трудом заробляли собі на проживання. Це важливо для нас. Нам говорить Господь через ці слова, щоб ми для себе заробляли і допомагали нуждаючимуся. І це повинно в нас бути здобутком під час лізів. Тобто залишати попередній образ життя і обновляти його вже по новому образу Господа нашого Ісуса Христа. Але, друзі, для цього нам треба боротися, сражатися за себе, щоб все це до нас прийшло і ми змогли виконати кожен, що нам призназначено служіння. в слові сказано радуйся завжди, щоб ми мали можливість радуватися за мир, спокій, душі нашій під час служіння, радуватися, прославляючи Господа нашого, і ободряти себе часно. Тому що буває так, що ми розслабляємося, душа розслабляється, ми починаємо унивати або роптати. Цього теж не повинно бути. Ми в Господі, як сказано, не давайте міста дьяволу, це Яков 4 глава 7-й віч. Тобто якщо ми розслабляємося, то треба ободрятися, гнатися з своїх думок в дьяволу. Це ми, тому що ми знаємо, то, хто в нас, він сильніший, то, хто в миру. І ми завжди маємо можливість себе ободрити і продовжувати вірно служити Богу. Нам Господь на початку свого служіння сказав, що ми царство Боже беремо сили і прилагаючі усилля восхищають Його. Це є істина для нас на всі часи, друзі, до Його другого приходу на нашу землю за нами. І маємо її виконувати, друзі, не забуваємо, що за все, що нам дає Бог, повинно в нас відбутись. І за це треба внутися, треба сражатися. Я помолюсь за вас, друзі, слава Господу. Отець Небесний, я дякую тобі за це служіння, за цю проповідь, за це слово, яке відкриває твої глибини. І прошу тебе, коснись кожну людину, яка слухала цю проповідь, це слово, щоб воно війшло в її серце, щоб воно стало реальним в тій житті під час служіння тобі, щоб це наше недільне служіння принесло добрий плод для кожного, хто слухав тебе, хтось. Ми дякуємо тобі за все Господь, за цю можливість проповідувати, за все, що ти нам даєш служіння, що показуєш, відкриваєш, за все Господь тобі слава, що ми вибрані тобою, за всіх дякув, твоїх вибраних, за все велика слава нашому Осью, Сину, Духу, Святому, за все ми просили тебе в ім'я Ісуса Христа, слава тобі, вовіки, вікі, амінь. Спасибо, брат Виктор, за благословенне слово. Друзі, як говорив в цей проповіді брат Виктор, нужно себя отстаивати, нужно бороться за себя, за своє будуще, і ми знаємо, що наше прошлое сформувало настоящее, а наше настоящее формирує наше будущее і то, яким ми будем, і що ми будем делать в будущем, і як ми будем жити. тому, друзі, сподіваю вам сейчас зробити це рішення, побороться за себе, за своє будуще. І на перший взгляд, може бути, це рішення таке, кажеться, неважне, ну, таке, нічого особеного. Ну, поверьте, якщо це рішення принимається осознанно, с открытым, с искренним сердцем, то це рішення дуже сильно може повлияти і повлияти на наше будущее. І зробить його лучше, зробить його насыщенній, зробить його в Богі, зробить його в спасенні, зробить його в победі над грехом і зробить життя більш красочній во всіх її відношеннях і сферах. Поэтому, друзья, предлагаю прямо сейчас, если у вас есть желание пригласить Ісуса Христа в своє серце, покаяться, признать перед Богом то, що ми грешні, то, що ми нуждаємся в Господі Ісусе Христе як в Спасителі. Якщо у вас є такое желание, а я рекомендую вам сделать це решення, то предлагаю вам помолитися вместе со мной, но я буду молитися, а вы говорите, произносити эти слова в молитве як лично от себя, искренне, от своего сердца. І будьте уверенны, що после цієї молитви ваша жизнь буде зміняться в лучшую сторону. Помолимся. Дорогой Господь Ісус, милостивий Бог, спасибо Господі за то, що ти любиш мене, благословляєш і наставляєш. Господи, я верю в то, що ти пришел в этот мир для того, щоб спасти мене. очисти мене, війди в мое серце і будь моим Богом. Во імі Ісуса Христа. Я признаю то, що ти мій Спаситель і мій личний Господь Бог. Во імі Отця і Сына і Духа Святого. Аминь. Друзі, якщо ви молились цей молитвою, я вас поздравляю, тому що це дуже важне рішення, яке повлияє на все ваше будущее і здає його краще. Аминь. І зараз брат, наш пастор, брат Евгений тоже скажет слово з Донецка. Брат, подключайтесь. Сейчас. Діонос. 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 Продолжение следует... 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 И дьявол хочет, и в эти часы дьявол хочет именно ослабить лидерство. Как написано, что поражу пастыря, и овцы разбегутся. И это самое дьявол сейчас будет внедрять, друзья, чтобы ослабить лидерство, церковное лидерство. Дьявол не может его остановить. У него нет полномочий и права останавливать церковь и Божье движение. Но дьявол будет пытаться именно нас ослабить. То есть притупить, расфокусировать, увести как-то в сторону, чтобы мы буксовали на месте, чтобы Божье лидерство буксовало на месте. И чтобы этому противостать, Бог дает слово. И Бог это слово положил в мое сердце для всего народа Украины, служителей Украины, а также для всего света, друзья, для всего мира. И это слово называется истинное лидерство или же дорога истинного лидерства в служении Богу, друзья. Дорога служения Богу, истинное лидерство. Где то, что лидер – это английское слово, оно означает, что ведущий или же первый, или идущий впереди. Ведущий, первый, идущий впереди. Только-то это лидерство, друзья. Только-то это какое-то освоение чего-то нового, идущего впереди в разных сферах. То есть понятие лидерства – это оно широкое. Но мы будем смотреть на понятие лидерства в служении Богу. И как нам себя обезопасить, друзья, как нам сохранить свое лидерство и его качество. Сохранить этого лидерства в эти последние времена, когда будет дьявол ополчаться против нас. Ополчаться, чтобы с целью нас ослабить, нас сделать, нас притупить, нас расфокусировать. Для того, чтобы мы буксовали на месте и не достигали Божьих целей. И чтобы этому противостать, нужно хранить свое лидерство и рассматривать лидерство только в определенных условиях безопасности. Я буду об этом говорить, друзья. Для початку я хочу распочаться здесь Слова Божьего. Прошу вас открыть Матфея, 16 главу. Я почну с этого местописания Матфея. Это Новый Заповид, 16 глава, 26 вирс. Начинаю читать, друзья. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Откроем следующее Евангелие от Марка, друзья. От Марка, 8 главу, 36-37 стих. Это те же самые слова уже в Евангелии от Марка. Тобто Господь акцентирует на это внимание. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? И третья Евангелие, друзья, от Луки. Девятая глава, 25 стих. Ибо что польза человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Аминь, друзья. Я вернусь сейчас в Евангелие от Матфея. Я буду на нем стоять, друзья. Тобто вы видите, что в трех Евангелиях Господь говорит эти слова. И в первых двух Евангелиях Матфея от Марка это слово идет в связке. В связке именно о том, что такой выкуп даст человек за душу свою. От Матфея я еще раз открываю 16 главу. 26 стих. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Первая часть этого стиха, друзья. Тут Господь говорит об лидерстве. Ибо чтобы приобретать мир, это не простое дело, мир приобретать. Это нужно иметь умение, усилие, усердие, мудрость иметь, друзья. Но это то лидерство, которое душу повреждает. Тобто оно не несет того необходимого результата, который будет долговечный. А это лидерство, оно, свои усилия, они умножаются на ноль, друзья. И об этом говорит Господь. И он это ставит в связку. Тобто вопрос лидерства, он стоит в связке с выкупом за душу, друзья. И это те условия, которые нам Господь дает, чтобы мы только в этих рамках рассматривали вопросы лидерства. В этих рамках, друзья. Только в рамках повеления Божьего. Рассматривали вопрос всякого лидерства только на этой территории Божьего повеления к нам. И в связке с выкупом за душу, тобто в Евангелии. Тобто только в полной картине, друзья, будущности. Только в полной картине повеления Господа и пророческого слова об этих событиях, о будущих временах. Тобто у всякого лидерства есть свой результат, друзья. И это неплохо стремиться. И нужно иметь мастерство тоже, чтобы это непросто дело завоевывать мир, его приобретать. Но к чему она ведет этот путь? Эта дорога ведет к ничему. Это то же самое, чтобы если вы будете что-то делать, какие-то дела будут строить дом на обрыве. И будете делать это дело хорошо, будете качественно строить дом, выкладывать его усилия, то есть мастерские будете делать. На 5 плюсов будете строить свой дом. Но он будет построен в том участке, где вода, грунт и фундамент подмывают. И он будет обрушен. Чтобы ваш плод, вашего труда, он будет умножен на ноль. Это то же самое, что вы будете строить дом на ветке. И ветка обломится. Даже если вы будете хорошо это делать, качественно, очень хорошо. Но это будут ваши усилия, умноженные на ноль. И это есть то, что говорит Господь. Чтобы мы именно... А наше лидерство, друзья, оно другое. Об этом говорит апостол Павел. Апостол Павел 1 Коринфянам. Именно о Божьем лидерстве Павел нам говорит об этом. 1 Коринфянам. Откроем, друзья. 1 Коринфянам. 9 глава 24 стиха. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нет тленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, друзья. Только наш труд, он... Другой, друзья. Мы двигаемся в исполнение Божьей воли. И можно вопрос лидерства рассматривать вне повеления Господа. Но это будет для нас губительно. Это будет для нас заблуждение. Тобто, если мы будем рассматривать вопрос лидерства внутри повеления Господа, то такое рассмотрение, оно будет нас осолять и нас заострять в исполнении Божьей воли, друзья. И оно будет нас... наше сердце укоренять и утверждать и укреплять в исполнении Божьей воли, в целях Божьих, его исполнение. Мы будем к этому еще впереди. Мы освежим память, друзья, повеления Господа. Хочу сказать, что это лидерство, друзья, тоже... Это лидерство завоевать мир. Но это лидерство, оно пустое. Это дорога, которая... Этот мир, эта жизнь, она короткая, друзья. И мы можем... Всем, что мы тут приобретаем, мы только пользуемся на короткое время. И мы уходим из этого мира. Как мы голые пришли, так мы голые уходим, друзья. Все тут остается. И ты ничего этого с собой не заберешь. И оно твою душу не спасает, друзья. Но у нас есть хороший пример лидерства Ноя. Это евреям, друзья. Евреям 11 глава, 7 стих. Освежим памяти, друзья. Евреям 11 глава, 7 стих. Это Оноя. Верою Ноя получил откровение о том, что еще не было, видимо, благоговерия, приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделал себя наследником правильности по вере. Ноя был лидером, друзья, лидером Божьим. Ноя получил откровение, разумение об этих временах. Он получил понимание времени, что будет. Это откровение. И он двигался в этом откровении. Он лидер в этом был, друзья. Это лидерства Ноя. Тобто, согласно Божьему руководству, Ной свои усилия он концентрировал и прикладывал в исполнение Божьего видения, откровения Божьего. И Ной спасся, друзья. Было время, когда Ной только строил этот ковчег. И это было абсурдом для других людей, то, чем он занимался. И другие люди, они свои усилия вкладывали в эту жизнь, в обогащение, чтобы просто жить, жизнью, наслаждаться. Тобто, никто об этом не думал, что это будет актуально. Но пришло время, друзья, когда у людей открылись глаза. И они увидели, что Ной был прав. Но это уже для них было поздно, друзья. Спасибо. Брат, присоединяйтесь. Шоу с Бой, вот это. Спасибо. Брат, мы вас ждем. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Брат, давайте еще раз попробуем присоединяйтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 женились выходили замуж строили сажали занимались жизнью им было не открыто друзья понимание времени что надвигается вот оно и открыто было друзья иной но и не строил свой дом на на пустом месте на ветке только это то есть но и двигался и получил спасение друзья люди которые потом им открылась друзья время что надвигается но уже было поздно может быть даже они были более мастеровитой чем мной и если допустим но и строил очень долго ковчег то ним может быть за это время могли построить 10 ковчегов друзья но суть в другом пути топ-то путь по которому мы идем и путь который мы прикладываем свои усилия и понимание времени сейчас который у нас друзья в которую мы вошли весь мир вошел в это новое время и друзья чтобы то важно чтобы мы свое именно лидерство мы затачивали повеление господа повеление господа но и после откровения о понимании времени и двигался по этому пути соответствии с ним друзья исполняя божью волю так хочу вам сказать что когда мы рассматриваем божие лидерство друзья служение богу мы должны его рассматривать повеление господа в повеление господнем в божьей воли для нас это повеление иисуса христа хочу чтобы мы открыли псалом псалом девяносто первый псалом делся это витает новый это ветхий завет книга псалтырь девяносто первый псалом вы знаете это это эти стихи уже их говорил и и неизвестен в нашей церкви девяносто первый псалом 14 16 стих насажденные в доме господнем они цветут во дворах бога нашего они и старости оплодовиты сочны и свежим чтобы возвещать что праведен господь твердыня моя и нет неправды в нем топ-то они они там посажены и просто не просто ради того чтобы там быть для того чтобы возвещать они посажены для служения и они исполняют божью волю волю того чай это территория территория божья чтобы возвещать что праведен господь твердыня моя и нет неправды в нем слава господи друзья нам очень важно чтобы вы свое лидерство сохранили сохранили остроту из и и и остроту то кто когда мы входим в территорию божьего лидерства божьего ведения помазания и мы там затачиваемся мы там осаляемся в этом становимся острыми мы там становится ядреными друзья и мы должны это охранять мы мы должны только рассматривать вопросы лидерства и совершенствования только внутри территории божьего повеления друзья только там мы затачиваемся если вопросы лидерства рассматривать вне повеления господа то это будет это будет нас ослаблять это будет нас расфокусировать и притуплять ибо ибо когда мы рассматриваем истинное лидерство и дорогу исполнение божьей воли то это это рассмотрение у нас затачивать и на нас укореняет и и посажда и насаждает нас наше сердце в божьих целях она нас там укореняет и от этого мы и и насыщаемся и и затачиваемся друзья и важно вопросы лидерства рассматривать только на территории божьего повеления это очень важно особенно сейчас когда есть много когда и всякие там саммиты и лидерские конференции это очень важно чтобы мы не не потеряли остроту и потеряли соль друзья ибо всякое рассмотрение лидерства но оно должно рассматриваться только в пространстве и эти территории божьего повеления и суда христа его последние слова его повеление для церкви для нас друзья я хочу это освежить тоже это лидерство это повеление господа освежить нашей памяти чтобы кто об этом забыл уже о чем господь нас повелел чтобы он это вспомнил я это давайте вместе с вами зачитаем эти повеления господа и наша церковь и ведение нашей церкви она стоит в этом повеление и бы всякое лидерство мы рассматриваем только на территории и внутри этого повеления только всякое лидерство божье в исполнении божьей воли она может только рассматриваться только внутри повеления господа ни в коем образе не мне это это будет нас ослаблять друзья мы только должны в этом повеление и от него мы затачиваемся от него мы становимся ядреными и острыми друзья открою матфея последнее деяние деяние апостола друзья первое деяние апостола это новый завет первая глава 7 8 9 стих так он же сказал им не ваше дело знать времена или сроки которые отец положил своей власти за это слово которое бог дал мне для кении тут господь говорит чтоб мы свое внимание сосредоточили на на его воле и и на своих вопросах каких-то или 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 что нам интересно а на его воле мы создаем внимание это очень важно ибо только в его воле мы наш дух и наше лидерство будет острым и и ядреным и заточенным и будет и исполняющий божью волю только в его повеление но вы примете силу когда сойдет на вас дух святой и будете мне видеть свидетелями в иерусалиме и во всей иудеи и самарии даже до края земли аминь друзья второе матфея это повеление господа для нас для церкви для всего для всего божьего народа для всей божьей церкви по всей земле это повеление господа мы не должны сделал выходить друзья мы даже только там укореняться и всякий вопрос лидерство только в нем рассматривать только в этой площадке этого повеления мы должны только там вот себя стрит и рассматривать вопрос всякого лидерства в господи матфея это очень важно матфея 28 глава последняя глава друзья 18 20 стих и приблизившись иисус сказал им дана мне всякая власть и на небе и на земле и так идите а научите все народы крестя их во имя отца и сына и святого духа учая их соблюдать все что я повелел вам и сея с вами во все дни до скончания века аминь дальше марка друзья освежи в памяти друзья повеление господа 16 глава 15 20 стих и сказал им идите по всему миру и проповедуйте евангелие всей твари кто будет веровать и креститься спасен будет а кто не будет веровать осужден будет у веровавших же будут сопровождать все знамения именем моим будут изгонять бесов будут говорить новыми языками будут брать земель если что смертоносное выпьют не повредит им возложат руки на больных и не будут здоровы и так господь после беседования с ними вознесся на небо и во села лесную бога друзья они пошли и проповедовали везде при господнем содействии и подкрепление слова последующими знамениями аминь луки друзья луки 24 глава последняя глава тоже 46 49 стих и сказал им так написано и так надлежало пострадать христу и воскреснуть из мертвых в третий день и проповедану быть во имя его покаянию прощению грехов во всех народах начиная с иерусалима вы же ответили всему я пошли обетование самого на вас и вы вы же оставайтесь в городе иерусалиме доколе не облечетесь силой свыше амин друзья это слова господа это повеление господне и нам нужно в нем быть и наша церковь она входит в это повеление господа и мы исполняем это повеление очень важно быть в этих словах и всякий вопрос лидерства чтобы он рассматривался только внутри этого повеления друзья это очень важно только там females together будем только ка там будем в остроте только там мы будем острые и заточенными только там мы будем иметь силу соли только от этого повеления И только в этой территории мы осаляемся. Ни в коем образом нам нельзя рассматривать вопрос лидерства вне этой территории. Это очень важно разуметь. Когда вы вдруг будете на каком-то саммите лидерском или каком-то учении, дьявол будет посылать нам лжеучения, чтобы нас ослабить, друзья, чтобы нас расфокусировать. И это будет, примесь будет, оно будет подмешано учение лидерства по приобретению этого мира. Оно нас будет отводить, оно будет ослаблять Божие повеления, друзья. Нам нужно это чувствовать духом, друзья, и видеть это ложное учение и от него отдаляться, друзья. В него не погружаться. Если кто-то увидел, что вопрос лидерства рассматривается вне повеления Господа, все. Оттуда уходите. Это не Божие, друзья. Это будет делать вам вред. Будет вас ослаблять, будет вас притуплять, будет вас, как бы, фокус будет, оно будет ваш фокус на Господа размывать. Это будет делать дьявол для того, чтобы вы буксовали на месте и не исполняли Божью волю, и теряли время, и теряли все для того, чтобы вы не исполняли Божью волю, чтобы люди не были спасены. А те, которые будут в Господе, кто будут рассматривать Божьи вопросы, вопросы Божьего лидерства в этом повелении, они будут успешными. Они будут спасать душу, друзья. Они будут от этого повеления, от Божьего Духа, от Божьего помазания, которое внутри этого территории, оно будет нас затачивать и заострять, делать сильными, ядрёными, как раз для исполнения Божьей воли. Он будет нас укоренять, наше сердце там, друзья. И это как Моисей, друзья. Мы руководствуемся Духом Святым. Моисей, когда он вел Божий народ и выводил из Египта, и он ишел, и море раступилось, друзья. Море раступилось. И Моисей провел народ Божий по дну моря, а вода стояла стенами, друзья. И когда народ прошел, туда ринулись войска Египта. И волны сомкнулись, друзья. Как только народ прошел, волны сомкнулись. И погибли те люди, воины, воины Египта. Так что, самое мы, сейчас в это время, этот Моисей, это прообраз Духа Святого. Дух Святого, как наш Моисей, нас ведет. Он нам показывает, нам открывает разумение. Нам нужно быть чуткими. И чтобы нам быть чуткими, нам нужно быть острыми, друзья. И нужно беречь Божье помазание, которое нас научает, которое нас ведет. Это Божье помазание, оно от Духа. И это Дух Божий, он нас ведет, друзья. Нам нужно себя хранить, для того, чтобы было исполнено Божье Слово, для того, чтобы Божий ковчег был наполнен людьми, друзья, которые определяются как спасению. Хочу вам сказать даже дальше. Ибо чем сильнее тьма, тем ярче свет. И тем этот контраст, эта полоса, разделение, отделение от этого мира, она будет сильнее, друзья. И сейчас тьма, она опустилась на землю. И этот новый мировой порядок от этой тьмы, как написано, что тайна беззакония в действии. Тобто беззаконие, тьма, оно диктует свой порядок, друзья. И этот новый порядок тьмы, он как бы рождает новые понятия в нашу действительность. Это тьмы, это паспорт, вакцинации и другие дела. А также самое, чем ярче свет, тем сильнее тьма, тем ярче свет, то и Божья Церковь, она рождает и выносит новые понятия. Также паспорт Духа, паспорт Духа. А также то понятие, что, понятие Царства Божия. Тобто кровь Иисуса Христа, жертва Иисуса Христа, она нас выкупила. И об этом нам говорит Писание. Господь нам говорит, что человек даст, или какой выкуп даст человек за душу свою. Тобто это в связке рассматриваются эти два вопроса. Лидерство и выкуп за душу. Тобто выкуп Иисус Господь своим кровью, жертвой на кресте, он нас выкупил из этого мира. Но хочу сказать еще больше, это то, что новое появляется из церкви, благодарение, как паспорт Духа. А также самое, что жертва Иисуса Христа, кровь Иисуса, она нас выкупила из Украины. Друзья, кровь Иисуса Христа, жертва, она нас выкупила из Украины. Она выкупила из Кении, она выкупила из Филиппин, она выкупила из государственности этого мира, друзья. И мы уже не есть часть Украины, мы уже не есть часть Филиппины или Кении, мы есть Божье Царство, друзья. Это то понятие, это то линия контраста, которая сейчас будет усиливаться и усиливаться, друзья. И нам нужно в этом быть, на этой территории, друзья, и утверждаться в Царстве, что мы есть Царство, друзья. Братья, вы сестры, вы есть Царство Божье. Мы не есть Украина, друзья, мы есть Царство Божье. Это очень важно, это сила, друзья. И сейчас оно открывается мне, я в этом укореняю. Это такое время, друзья, когда будут процессы глобализации. Они будут сильнее и сильнее. Эта сила беззакония, она будет действовать. Она будет упразднять границы, упразднять территории. Будет одно государство, как написано. Одно государственность. И будут упразднения, будут упразднены какие-то свободы, права собственности. И будет стоять вопрос. Чей ты? Кому ты принадлежишь? Или ты принадлежишь этому миру? Или ты принадлежишь Царству Божьему? Тобто, какого ты Духа? И будет очень важно иметь паспорт Духа, друзья. Это как прогноз, паспорт вакцинации и паспорт Духа. Какого ты Духа? Какого ты имеешь? Тобто, Дух внутри нас, который мы приняли, Дух Божий. И наши имена, они записаны в книге жизни, в небесных реестрах. Это наш паспорт, наше громадянство, друзья. Тобто, мы громадяне Царства Божьего. И это будет очень сильно, друзья, усиливаться. Это разумение, это понимание и сила. Тобто, это понятие будет наполняться Божьей силой. И уже там есть Божья сила, и мы должны туда прийти. И в этом утверждаться. В этом разумении. То мы есть не Украина, мы не есть Филиппины, мы не есть Кения. Мы есть Божье Царство. И этим мы отделяемся. Жертва Иисуса Христа, она нас отделяет. И Иисус нас выкупил. Бо этот мир будут свои права собственности на наши тела, на наши свободы. Но мы уже выкуплены из всех этих систем, из всех этих полномочий. Мы уже выкуплены кровью Иисуса Христа. И этот мир, он являет эти понятия нового, нового порядка. И так же сама церковь. Ибо чем сильнее тьма, тем ярче свет. И тем эти понятия будут исходить из церкви, которые будут нас отделять и противодействовать, друзья. Слава Богу. Тобто, очень важно нам рассматривать и себя хранить в повелении Господа. И всякий вопрос лидерства рассматривать только внутри этого повеления Господа. Идти на край земли, пробелать Евангелие, вызвать руки на больных, исцелять. То есть повеление Господа. И когда мы находимся в этом повелении, мы под защитой, друзья. Божьей силы, Божьей крови. И там мы заостряемся, там мы затачиваемся. Там наша соль, она становится ядреным, друзья. Как горчица, которую положил только на язык и сразу оно бьет в голову. Чтобы быть такими, друзья. Ибо то слово, которое будет исходить из этого духа, там заостренного в этом повелении, оно будет отделять людей из этого мира. И они будут переходить на территорию Божьего ковчега спасения. Наши церкви и других, которые для этого поставлены, эти ковчеги Божьи, чтобы собрать этот урожай. Чтобы люди получили спасение, чтобы получили паспорт духа, чтобы их имена были внесены в небесные реестры, книги жизни, друзья. Аминь. И дух, который у нас, и он есть наш паспорт, наш свидетель, он есть наш руководитель, дух святой. Аллилуйя. И такие сейчас времена, друзья. Это слово, которое Бог мне дал для церкви, для охраны, для сохранения лидерства. Ибо дьявол будет стремиться ослабить, расфокусировать и притупить через разные способы. У него есть много всяких учений. И эти учения будут стремиться нас как-то попасть. Но мы будем этому противодействовать, друзья. Мы не будем там пребывать, там, где идет ослабление. А мы будем там, где идет, наоборот, в Господе заострение. И там, где мы будем укоренять, и будем в том месте, которое нас укореняет в Божьих целях, в их исполнении, друзья. И это я очень рад за церковь, благодарение, что мы на Божьем пути. Мы в Божьих шатрах. И мы в этом Божьем духе, друзья. И мы из Царства Божия. Я, вы, братья и остальные, кто есть Господний, мы есть Царство Божие. Мы не есть Украина, друзья. Это понятие, оно будет сильнее и сильнее нас, мы будем утверждаться. Мы не есть Украина, мы не есть Россия, мы не есть Кения или Филиппины. Мы есть Царство Божие. Мы есть другая державность, другая государственная, друзья. Это сильное откровение от Царства Божия. И этим откровением оно идет из Духа. И этот Дух, Он нас отделяет. И этот Дух, ибо мы выкуплены, друзья, из этого всего. Мы выкуплены. Этот мир уже не имеет права на нас и полномочий влиять на нас, друзья. Потому что мы Богу принадлежим, и Бог имеет права на нас. Мы Божьего Церковь, мы территория Божьего Царства. Аминь, друзья. Слава Господу. Я так где-то сократил, конечно, чуть-чуть, но, в принципе, я предал. Тобто, главный посыл, что нельзя рассматривать лидерство вне повеления Иисуса Христа. Тобто, всякое лидерство, изучение, рассмотрение, только повеление Иисуса Христа должно рассматриваться. Ни в коем случае вне, друзья. Только мы должны в этом заостряться. В этом наша сила. В этом наша соль. Только это, только когда мы в этом повелении, оно нас растрит, друзья. Оно нас делает ядреным, оно нас, нашу соль делает суперсоленой, друзья. Для служения Господу. Вот. Аминь. Будем себя хранить, друзья. Будем затачиваться в Божьем повелении, в Его исполнении. Будем свои сердца наслаждать и пускать корни своим сердцем в Божьих целях. В целях исполнения Божьей воли. Как сказал Господь. Не ваше дело, предупреждательные и высокие. Но вы примете силы и будете вместе свитками. В Идеи, Самарии, до края земли. В Кении, в Украине, в Донецке, в Киеве, в Бунгоме, в Мумиасе, в Маниле, в Ирике. В разных местах, друзья. Там, где Богом определено для нашей церкви наш плацдарм, наши шатры. И мы там будем, друзья. И там будут люди, которые Богом отделены и из-за которых заплачена кровь, кровью. Которые искуплены, выкуплены из этого мира, выкуплены из государственности этого мира. Из украинской государственности, из российской, из кенийской, из чилипинской. Со всякой, друзья. Аминь. Будем утверждаться. Мы царство Божие. Я помолюсь, друзья. Господь, во имя Суда Христа призываю Твою благодать, Твою силу, Господь. Утверди, Господь, нас проведи, нас сохрани. Дух Святой, Ты наш Моисей, Господь. Проведи нас во имя Суда Христа. Проведи во имя Суда Христа, Господь. Я знаю, что Ты всем управляешь, Господь. И все те невзгоды, все те потрясения, которые пришли, они только для того, чтобы, Господь, люди были высвобождены из тех мест, где они укоренились в своей жизни. И Ты хочешь их спасти, и туда выкорчевать для их спасения, и Ты их переместишь в Божий ковчег. Ковчег спасения, друзья. Ковчег спасения, Господь. Благослови, Господь, во имя Суда Христа. Утверди во имя Суда Христа, Господь. И садил этот процесс, Господь, во имя Суда Христа, чтобы люди были высвобождены. Аллилуйя. Даруй такое слово, Господь. Гастись их сердец во имя Суда Христа, Господь. Их отдели из этого мира. И насади их на Твоей территории. Божие царство, Божьего спасения. Во имя Царства и Сына и Духа Святого. Прославься, Господь. Благослови во имя Суда Христа. Аминь. Слава Богу. Слава Богу, брат. Помолимся еще вместе с нами? Помолитесь? Давайте, хорошо, я согласен. Добрый. Слава Богу. Как-то так, немножко были перебои. Но ничего, я думаю, я... Немножко были перебои, я думаю, что я изложил то, что Бог положил на сердце. Слава Богу. Аминь. Аминь. Хорошо. Помолимся. Молимся за страны, за зрителей. Вы это сами понимаете, что сейчас идет полэкрана, тут-то вы, а потом, чтобы вы смещались, было брата Виктора. Джамбо. Халилюя. Хабаре Джонни. Джамбо. Да. Господь во имя Суда Христа, я... Да-да, говорите. Молитесь. Я благословляю. Благословляю. Я благословляю страны, народы во имя Сво Христа. Я аннулирую, разбивав дребезги, разрушаю во имя Суды Христа, разрываю Духом Святым, Словом Божьим во имя Суды Христа. И приходит вам спасение во имя Суды Христа. Во имя Суды Христа, Дух Святой, выводи на путь Божьего спасения, Божьи шатры, заводи Дух Святой во имя Суды Христа, призывая Божью благодать на все народы мира, благословляя Кению, благословляя Филиппины, благословляя Странные Океаны, благословляя Украину, благословляю Европу, благослови для благослови все народы мира господь призывает у благодать твою пошли господь своих делателей господь развернет божий шатры господь для спасения что всем было место господь чтобы каждый нашел свое место господь во спасении благослови прославься господь беру такое слово которое будет господь отрезвлять который будет господь давать спасение давать отделение от этого мира во имя суда Христа, Господь, вложи такое слово в нас, Господь, всех делателей по всему лесу земли. Прославься, Господь, во имя Иисуса Христа, аминь. Аминь. Брат Василий. Брат Виктор. Брат Непесный, поддякуем тебе за все часы, за нашу церковь, поддяка за те, что ты просветляешь очи наших членов церкви, что ты даешь нам, показываешь, скрываешь майбутнє нашу церковь, ведение ее, слава тебе за все очи. Я хочу просто помилитись за нашу владу, ці нелегкости для неї, так як ми бачимо, що починаються багато деяких зміни в діях влади, починаються противостояння між різними гілками влади, між різними партіями, таке інше. Отже, і народ теж в цьому видно, що одні і стоять права, і їхні виступи в Верховній Раді, одні партії, а другі захищають інші. Господь, отче, сохрани наш народ так, щоб ніколи не було ніякого противостояння між народом, щоб не було конфліктів, щоб не було різних противостоянь під час демонстрацій, щоб наші політики ніколи не звели наших мешканців в Україні лобами, щоб не було ніяких поганих наслідків цього, отче, ми віримо в це, і віримо в те, що воно збудеться обов'язково, збудеться твоє слово в очі, де ти говориш, що ти нас виводиш із тьми, і твоє слово збудеться через пророка Ісаія, так як твоє слово говорить, плодітись і розмножайтесь, тобто ти, отче, даєш нам ту державу, державу демократичну, незалежну, про яку народ вже мріє і бореться багато років. Твоє слово говорить, що ти даст і таку державу, де плоди народу будуть чудовими, так як ти, отче, твої плоди вісьма хороші, так само і ти говориш своєму народу. Плодітись, приноси такі плоди, як я приносив їм створив цю землю і небо, щоб такі плоди розмножались, тобто ми віримо в очі, що ти до синам майбутньому добру процвітаючу Україну, як духовно, так і економічно, по Твоєму Слову через Того Порока Писаю. І все-все ми віримо, все збудеться і за все це слава тобі наш Отець Син і Дух Святий. Амінь. Господь, я присоединяюся к словам братьев, Господь. Пусть там будет молитва Единства, Господи. Мы верим в то, що ти Бог, Который можеш сотворити любое чудо, Господь. Ты сотворил все видимое и невидимое, Господь. Мы верим в то, що все в твоих руках, Господь. Мы верим і провозглашаємо Твоє Слово. Помоги знать волю Твою, Господи. Помоги исполнять волю Твою во имя Иисуса Христа. Господь, я хочу, прошу тебя за тех людей, которые смотрят или будут смотреть это онлайн служение, Господь, в записи, может быть, может в онлайне. Господь, прикоснись к каждому, дай мир и покой на сердце Божье во имя Иисуса Христа. Пусть идет всякая болезнь, Господь, прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Ибо ради Иисуса Христа мы исцелены, Господь, во имя Иисуса Христа. Спасибо за обетование, за тот подвиг, который Ты сотворил на кресте ради нас, Господь. Ради нас, грешников Божих. Ты возлюбил нас грешными для того, чтобы мы были оправданы и очищены Твою кровью во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь, за милость, благодать, любовь. Благослови всю нашу неделю предстоящую. Помоги прожить в чистоте, святости, Господь, являя Твою любовь, благодать, милость этому миру, окружающим людям, Боже. Помоги быть примером и светом для тех людей, которые будут окружать нас. Для того, чтобы славилось имя Твое и воздавалось вся слава, хвала и честь Тебе. Слава Тебе, Аллилуйя, нашему великому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Хорошо, друзья. Благослови всех вас. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Сейчас я вас перезвоню вам. Аминь. Аминь.